Глава 4. Подзаголовок 10. Мировое сообщество. Политика тройных стандартов. Однако все эти факты не попадали в сферу внимания иностранных телекорреспондентов, готовивших красочные тенденциозные репортажи об Интифаде. Как и в случае массового изгнания палестинцев из Кувейта, страдания арабов никого не интересовали, если они не были причинены евреями. Значение этого принципа стало особенно заметным, когда израильский террорист Барух Гольдштейн убил 28 арабов в пещере Махпела. Освещение хевронской трагедии в международных средствах массовой информации было поистине беспрецедентным. Однако, как и следовало ожидать, никто из журналистов не упомянул о том, что за пять месяцев, прошедших с момента подписания Норвежского соглашения, до теракта в пещере Махпела, 33 израильтянина были убиты арабскими террористами. Игнорируя созданное арабами на палестинских улицах царство террора, средства массовой информации усердно воспроизводили ежевечерние выпуски популярной романтической драмы. Многострадальный палестинский герой, жаждущий национального самоопределения, бросает вызов ужасному израильскому тирану. Создать такую драму несложно, поскольку народам демократических стран не нравится насилие, так же, как не нравятся им солдаты. Особенное возмущение вызывает у них вид солдата, избивающего гражданина или свирепо глядящего на ребенка. Поскольку зрителям говорили, что это армия «оккупантов», то есть армия, которая вообще не должна находиться там, где она находится, пресса и телевидение ухитрились превратить даже самые необходимые меры по защите правопорядка в непростительные преступления. Действительная картина организованных беспорядков была крайне далека от образов, возникавших на экране. Западным зрителям ничего не известно о том, что интифада придавила тяжелым бременем страха повседневное существование многих тысяч арабов. Им ничего не сообщается об инструкциях по применению оружия, сковывающих руки израильским солдатам. 208 военнослужащих Цахала подвергли судебному преследованию за нарушение этих жестких инструкций. В то время, как десятки тысяч солдат и полицейских выполняли требования закона, рискуя иногда собственной жизнью. Острая критика в адрес Израиля со стороны западных средств массовой информации поучительна еще и в следующем отношении. До сегодняшнего дня на Западе практически ничего не сообщалось о том, как арабские власти Иордании и Египта подавляли вспышки интифады, случавшиеся на тех же самых территориях до 1967 года. Между тем, можно было бы сравнить действия Цахала с поведением иорданской армии в тот период, когда Иудея и Самария находились под иорданской оккупацией. В октябре 1954 года Бейрутское радио сообщило о массовых волнениях в Дженине, Шхеме, Рамале и удерживаемой Иорданией восточной части Иерусалима. В этих районах было немедленно объявлено чрезвычайное положение и туда вошли подразделения арабского легиона. Официальное сообщение иорданского правительства гласило, что в ходе беспорядков было убито 14 человек и 117 ранено. По неофициальным данным, число убитых достигло 90 человек. В апреле 1957 года массовые волнения вспыхнули в Восточном Иерусалиме и Рамале. Это заставило короля Хусейна прибегнуть к чрезвычайным мерам. В обоих городах был введен комендантский час, были закрыты газеты, а в Бейтлехеме, Шхеме, Тулькареме и Дженине были распущены муниципальные советы. На территории западного берега были произведены повальные аресты, в ходе которых за решетку были брошены 169 инструкторов ООП. В апреле 1963 года в Иерусалиме были убиты 11 человек, ранены 150, включая 17 школьниц. В Рамале один человек убит и 35 ранены. В Дженине и Ирбиде были десятки раненых, 120 политических деятелей оказались под арестом. 19 ноября 1966 года беспорядки вспыхнули в Шхеме и Хевроне, и полиция открыла огонь по толпе. На следующий день в ход были пущены танки. Только в Шхеме погибли и были ранены 50 человек. Еще больше было убито во время последующих похоронных процессий. Ничуть не лучшим было поведение египетской оккупационной армии по отношению к гражданскому населению сектора Газы. Здесь следует отметить, что если Иордания, по крайней мере, предоставила свое гражданство большинству палестинцев, проживавших на западном берегу, то Египет лишил этого права жителей оккупированного сектора. Сотни тысяч людей были преднамеренно оставлены в унизительном положении лиц без гражданства. Оказавшиеся в Газе палестинские беженцы вовсе не имели возможности получить паспорт. Шоковая терапия, в кавычках, с помощью которой власти Иордании и Египта подавляли палестинские выступления, обеспечила ситуацию, при которой ни одна попытка восстания не могла иметь продолжения. Иордания и Египет использовали такие средства подавления, о которых Израиль даже не задумывался в самый разгар интифады. Танки и пулеметы, стреляющие по безоружной толпе. Нет нужды говорить о том, что иорданские и египетские солдаты вовсе не пользовались резиновыми пулями, они стреляли свинцовыми. В армиях этих стран не было приказов, запрещающих применение огнестрельного оружия во всех случаях, кроме тех ситуаций, когда жизнь самих солдат находится под угрозой. Если бы Израиль пользовался такими методами подавления, которые без колебаний применяли с иорданцами и египтянами, то в разгар интифады число убитых составляло бы ежедневно 25-50 человек. Можно с уверенностью предположить, что в этом случае интифада была бы столь же недолгой, как палестинские выступления в период иорданской и египетской оккупации. Однако Израиль не захотел использовать варварские методы подавления и предпочел заплатить высокую политическую и пропагандистскую цену, одним из результатов которой стал продолжительный характер палестинской интифады. В ответ на такие сравнения западные дипломаты и журналисты обыкновенно утверждают, что от Израиля можно ожидать приверженности более высоким принципам, нежели те, которыми руководствуются арабские диктатуры. Это совершенно верно. Демократическое государство следует судить на основании норм и критериев, принятых в демократических странах. Что ж, за годы интифады и в демократических странах несколько раз имели место вспышки массового насилия. Самые памятные из них – Венесуэле и Индии. В Венесуэле в 87-м году, после двухдневных массовых волнений, правительство восстановило общественный порядок ценой 119 убитых и 800 раненых. В Индии во время 10-дневной осады Золотого Храма в столкновениях между сикскими сепаратистами и правительственными войсками было убито 113 человек. В ходе каждого из упомянутых инцидентов число убитых было больше, чем в столкновениях между палестинцами и армией обороны Израиля за целый год интифады. Когда в демократическом государстве начинается разгул грабежей и насилия, когда транспорт забрасывают камнями, а магазины поджигают, правительство оказывается перед необходимостью применения жестких мер подавления, поскольку первейший долг всякого правительства – обеспечить нормальный порядок правления и общественное спокойствие. В середине 60-х годов волна массового насилия прокатилась по крупным городам Соединенных Штатов. В ходе восстановления общественного порядка в Лос-Анджелесе были за несколько дней убиты 34 человека, в Ньюарке – 20, в Детройте – 43 и еще десятки в иных населенных пунктах. Аресту подверглись десятки тысяч человек. Когда в 68-м году вновь вспыхнувшее волнение охватили 125 городов США, у американского правительства не осталось иного выбора, кроме применения мощной военной силы. 55 тысяч солдат и полицейских были брошены на подавление беспорядков. 46 человек были убиты и свыше 21 тысячи арестованы. Не стоит думать, что подобные вспышки – дело далекого прошлого. Уличные волнения в Лос-Анджелесе в мае 92-го года привели к гибели 51 человека, а затем полиция Лос-Анджелеса подверглась острой критике за недостаточное использование силы, находившейся в ее распоряжении. Метание камней в проезжающие автомашины тоже имеет аналогии за пределами контролируемых Израилем территорий. Так, например, в 91-м году два американских подростка из штата Мэриленд были схвачены, когда они швыряли камни в проезжающие мимо автомобили. В результате этого хулиганства 15-летняя девушка, находившаяся в одной из машин, была тяжело ранена. За годы интифады в Иудее, Самарии и Газе несколько евреев погибли при аналогичных обстоятельствах. Увесистый камень, брошенный в машину, которая едет со скоростью 90 км в час, зачастую оказывается смертельным оружием. Против подростков из Мэриленда были выдвинуты обвинения по 90 статьям Уголовного кодекса. Нападение с целью убийства, нападение с целью нанесения увечий, нападение с целью лишения дееспособности, оскорбление действием, злонамеренное уничтожение имущества и т.п. Преступники были приговорены к 500 годам заключения, а это означает, что всю свою оставшуюся жизнь они проведут за решеткой. Следовало бы ожидать, что жесткая в кавычках «израильская военная администрация» будет применять в аналогичных случаях столь же суровые меры наказания. Однако арабы, метающие камни в еврейские машины, приговариваются к выплате весьма умеренных штрафов, в том случае, если они не нанесли пассажирам серьезных увечий. То, что Израиль судят не по обычным международным меркам, доказывает наличие не двойной даже, а тройной морали. Одни требования предъявляются к арабским диктатурам, другие – к демократическим государствам Запада, и третьи – совершенно особые – к Израилю. Предъявление особенно жестких требований к Израилю оправдывается обычно тем, что само израильское присутствие на контролируемых территориях является якобы противоправным и аморальным. Поэтому всякий раз, когда Цахал применяет силу, его обвиняют в преступной жестокости. Ни одна нация не может удостоиться справедливого отношения, если ее действия расцениваются на основе столь лицеприятных критериев. Арабы использовали эту аберрацию в кавычках «самым выгодным для себя образом». Они сумели создать воистину сатанинский образ Израиля, затемнив подлинную историю и истинные причины конфликта. Интифада, так же как и арабский террор, очень скоро превратилась в удобную трибуну, с которой ООП ведет свою пропагандистскую кампанию против Израиля. После нескольких недель, в течение которых Виудеи, Самарии и Гази действительно имели место стихийные волнения, активисты ООП приступили к постановке срежиссированных сцен «интифады» в кавычках, что обеспечило арабам возможность манипуляции общественным мнением. Сотни детей направлялись к военным базам Цахала, чтобы продемонстрировать иностранным корреспондентам всенародный характер борьбы против израильской оккупации. На улицах и площадях арабских городов перед телекамерами разыгрывались откровенные инсценировки. Говорящие по-английски представители комитетов «интифады» старательно вставляли в свою речь такие обороты, как гражданское неповиновение и народное восстание. В палестинском лагере было подавлено всякое инакомыслие, что позволило создать видимость единства и всеобщего участия в «интифаде». В то же самое время официальные представители ООП повсюду твердили о том, что «интифаду» остановить невозможно, что она кончится только тогда, когда будет создано независимое палестинское государство, в рамках которого палестинский народ сможет реализовать свое «право на самоопределение» в кавычках. Некоторые западные журналисты пичкали публику глубокомысленными объяснениями исторических корней «интифады». Палестинский народ тысячелетиями жил под иноземным господством. Сначала его права были узурпированы византийцами. При византийцах арабов в Эра-Цесраэль еще не было вовсе. Затем мамилюками, турками и англичанами, а теперь израильтянами. Жажда свободы, вызревавшая все это время в сердцах палестинцев, обрела, наконец, форму народного восстания, и теперь палестинский народ готов к тому, чтобы взять свою судьбу в свои руки. Несмотря на значительный упадок бунтарских настроений, которыми характеризовался начальный период «интифады», годы клеветы и искусной пропаганды сделали свое. Многие на Западе приняли следствие арабо-израильского конфликта за его причину. Общественное мнение признало Израиль виновным. Израильтяне обездолили палестинский народ, они жестоко угнетали и угнетают его. Средний западный человек перестал сомневаться в этом, ведь он видел все это своими глазами по телевизору.